Динамо 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 Но, собственно говоря, у «Динамо» в этой части состава, что касается доигровщиков, очень-очень серьезная ротация и очень серьезные исполнители. Так вот, Антон Семышев, по диагонали с ним Ярослав Подлесных. И в центре сетки Вадим Лихошерстов и Илья Власов. Либера Евгений Баранов сейчас появится на площадке. Мы этого не видим. У нас Ярослав Подлесных. Ну, а Либера у Белогорья. Если я правильно понимаю, Никита Еремин. Вроде бы всех я представил. Обо всем, что можно предвосхитить, рассказал. Ну, а теперь посмотрим, насколько же все-таки встречается аутсайдер и лидер чемпионата. Либо все-таки генетическая память сработает на то, что мы увидим интересный матч двух равных соперников. Пока Иван Кузнецов на подаче 0-0. Сетку рискует. Динамо 22 игры. Да, у всех команд разное количество игр. Понятно, по каким причинам. 22 игры, всего два поражения. И оба отваги, кстати говоря. Больше никому Динамо не проигрывала в этом сезоне в браках чемпионата России. Ну, Белгород совсем другая история. Всего 23 игры, всего 5 побед. Вот Дмитрий Лин, их под переходящий мяч разобрался. Очень уверен. Да, всего лишь 5 побед, 18 поражений. Ну, и, как я сказал, 13-е предпоследнее место. Но, наверное, можно уже говорить о том, что в Би-Беладуле шансов на Кло практически нет. Но, как известно, в этом сезоне никто в Суперлике не влетает. И можно, наверное, сосредоточиться на том, чтобы давать максимально возможную практику молодым игрокам. Ну, что, собственно, мы увидим в Белгороде. И, конечно, очень жаль, что нет Павла Тетюхина, который, безусловно, был лидером команды в начале сезона. Именно с его игрой в большей степени связаны те победы, которые вначале одерживала Белогория, и в том числе над Казанским зенитом. Ну, вот Павел травмирован. Без него играет Белогория без лидера. Ну, и, в общем-то, какими-то успехами похвастаться не может на сегодняшний день. Ну, в то же самое время может дать главную практику еще раз говорю. И тому же Сиденко, и тому же Кузнецову. Ну, и ряд молодых игроков еще есть на замене в Белогорье. 2-2. Цветан Соколов. Нет, не рискует. Но все равно выбит и прием, или иных, быстро, как хорошо выбрал место подвесных. Почему лучше довести деревню этот мяч? Владимир, наверное, чуть-чуть ошибся в высоте, не успевает на этот пайп. В какой-то степени вынужденный пайп Кузнецов. Не было адреса в четвертой зоне. Да, вот сейчас они разговаривают, наверное, об этом. Наверное, надо было идти быстрее, говорит Колодинский. А Кузнецов, наверное, говорит о том, что надо было пасовать повыше. Это вечная история связующей и нападающей. Одному надо повыше, другой просит идти побыстрее. Лаут, подача Соколова. Ну и, конечно, да, регулярный сезон приближается к своему завершению. Динамо осталось сыграть 4 игры, включая эту. И я практически не вижу вариантов, при которых кто-то другой, а не динамовцы, станут победителями регулярного чемпионата. Что в дальнейшем дает многие преференции. Это и прямое попадание в финал шести. И возможность провести этот финал шести на своей площадке. Здесь, во дворце спорта «Динамо», на улице Василисы Кожаной. Ну и, конечно, такой шанс, великолепный шанс, я думаю, динамовцы не должны упустить. И думаю, что окончат они регулярный чемпионат на первом месте. И лучше всех, больше всех шансов окончить на втором месте чемпионат. И миновать тоже стадию плей-офф, сразу напрямую попасть в финал шести. На мой взгляд, у Кузбасса, которого осталось достаточно количества игр. Сегодня Кузбасс, кстати говоря, победил у себя дома в упорной борьбе. 3-2 со счетом 3-2. Ваноль вел и 3-2 в итоге победил. Только лишь «Сургут», «Газпром» игру из «Сургута». Но, тем не менее, хороший календарь у Кузбасса тоже, как и у «Динамо». Нет встречи, ну, у «Динамо» точно нет. У «Кузбасса» не буду голословным. Ну, по-моему, там, если есть, то не очень много встреч с лидерами. Ну, в общем, 1-2 место, по моему прогнозу, «Динамо-Кузбасс». Ну, а остальным придется играть плей-офф. Третье с десятом. Третье место играет с десятом. Четвертое с девятым. Пятое с восьмым, шестое с седьмым. Это будет противостояние, состоящее из двух игр. Да, сейчас у нас Белгород берет запрос на касание мяча. И сейчас узнаем, насколько этот запрос правомерен. И вот как раз второй судья, Василий Казачков и Наталья Красовская, приняли решение. И отдают мяч московскому «Динамо». Запрос Белгорода не удовлетворен. И один тренерский челлендж, один видеозапрос сгорает у Белогорья. Так вот, противостояние будет из двух игр. И, соответственно, кто выиграл, тот и прошел дальше при равенстве побед, равенстве очков. В этих противостояниях из двух игр будет золотой сет в последнем матче. И, соответственно, четыре команды, выигравшие эти поединки, попадут в финал шести, в котором будут разыграны медали чемпионата России этого года, этого сезона. Ну и, как я уже говорил, скорее всего, это будет здесь, на этой арене, на этой прекрасной новой арене дворец спорта «Динамо» на улице Василисы Кожаной. Очень гостеприимный, очень удобный и красивый дворец спорта. Еще один просмотр и опять у Белгорода. Ну и рискуют. Белгородцы остаться вовсе в первой партии без запросов. Белгородцы больше и касание блока было. В данном случае было. И давайте посмотрим, как это было. А именно вот так, да, посмотрите, действительно, все верно. Один запрос у Алексея Казакова остается. Ну и Дмитрий Ильин их будет подавать. Это вау. Ну видно, видно, что, наверное, все-таки установка, ну, у Белгорода традиционно, конечно, установка на риск на подаче. Ну а в данном случае, когда играешь с такой командой, как «Динамо» в этом сезоне, игру «Динамо» действительно демонстрирует очень приличную. Но иначе бы не было тех побед, какие «Динамо» имеет и того места в турнирной таблице. Ну и нельзя не отметить в этой ситуации Павла Панкова, который действительно просто раскрылся по-новому для... Не знаю, если не для всех, то для многих. И уже не просто Павел Пушка на подаче, но еще и Павел очень качественный, связующий, грамотный и тактический, технически подкованный. Ну и много-много раз мы это видели. И вот сейчас в очередной раз Павел подтверждает, что вывести без блока для него, нападающего своей командой, не является большой проблемой. И очень часто с большими удовольствием он это делает. А вот и Пушка может включиться сейчас на подаче. Потому что там Павел Панков. Ну хорошо, хорошо подал. Выбитый прием. Кузнецов на тройном блоке очень хорошо играет Баранов в защите. Соколов не рискует, оставляет грамотный мяч на своей стороне. И Сёнышев здесь разбирается. Да, вуалировал Панков свою передачу. Может быть даже всем видом показывал. Давайте посмотрим, что будет Соколову. И конечно отреагировал на это Червяков. И по летящему скинул. Может быть не такая качественная, не такая удобная была передача. Но блок был разорванный. И Сёнышев разобрался. Вообще тоже еще одно откровение этого сезона. Помимо Павла Панкова. Ну у Динамо, кстати говоря, очень много откровений. Люди действительно играют совершенно. Проводят уникальный сезон. Это касается Антона Сёмышева. Это касается Ильи Власова. Это касается Цветлана Соколова. Евгения Баранова. Ну я не знаю, кому тут. Ярослав Подлеснов совсем не портит картины. В общем, кого не возьми. Да, с МДРУ. Можно перечислять практически всю команду. И действительно, Соколовым были недовольны в Казани. А вот и пушка от Павла Панкова. Не заставил себя Павел долго ждать. Ну и сразу предъявил... Своё главное оружие нам на обозрение. В Линых подал Эйс Панков 11-5. 5-11 перерыв Алексея Казакова. Ну да, вот продолжу всё-таки эту мысль. Я сейчас, не знаю, услышим ли мы Казакова, что он будет говорить. Алексей Казаков, заслуженный мастер спорта. Наш прославленный волейболист. Универсальный волейболист, потому что играл, конечно, всю жизнь в центре. Но был сезон, когда пришлось ему за уху выступать в доигровке. Алексей, кто не видел, может и не поверит. Но я-то видел и могу сказать, что он выглядел очень неплохо в этой доигровке. И принимал и атаковал с краю. Вот так вот. Наверное, там сколько? 2.15, 2.17 у Алексея. Это ему не мешало вовсе. А только помогало. Так вот, всё-таки я закончу свою мысль по поводу прогресса игроков Динамо. Который очевиден всем. И ещё раз скажу о том, что Соколов и не пришёлся по большому счёту к двору в Казанке. Но были претензии здесь. Нет никаких претензий. Ильдер не решает и много что делает полезного. Сёмышев встал вместо травмированного дыру. И, ну, просто какие-то игры и вытаскивает, честно говоря. И финал Кубка тому подтверждение. И много чего ещё. Да, про Илью Власову уже все сказали, что, ну, просто грандиозный сезон, что касается атаки, что касается блока. Ну, и даже работает человек над подачей в прыжке. Ну, и так далее по списку. Евгений Баранов очень стабилен на приёме и в защите. Полностью вытеснил Алексея Кабешова. Тоже не последнего либера в нашем чемпионате. И играет на постоянной основе. В общем и целом, вот такой вот коллективчик создал Константин Брянский в Динамо Москва. И этот коллектив идёт на всех парах пока к тому, что, ну, уже пришёл к тому, что выиграл Кубок России. А сейчас идёт к тому, чтобы выиграть регулярный чемпионат. Ну, а в финале шести, естественно, бороться за самые высокие места. 13-6 Антон Фёныш. Да, очень быстро играет Динамо. В начале сезона, кстати, отмечал я о том, что очень много игрался в динамовском коллективе, в динамовской атаке. Очень сильно была задействована такая комбинация, как Пай. Но вот в последнее время реже мы её видим. Не знаю, с чем это связано. Достаточно эффективно это работало. Но я думаю, что в любую секунду это может быть реанимирована, эта опция в атаке. И Пайп Динамо, на мой взгляд, продолжает быть грозным оружием. Может быть, потому что нет Дерус. Потому что, кстати, основным таким Пайпистом в составе Динамо был Сэм Дерус. Если нет его сейчас на площадке, да. И не было долгое время по причине травмы. Вот. Вот всё-таки Антон Сёмышев так с Пайпом поспокойнее имеет отношения. Ярослав Подлесных, да. Антон Сёмышев умеренно пайпирует эту ситуацию. Вот. Ну, пока разладится полностью приёмный пиларе. И действительно, видим пока что встречу лидера с аутсайдером. Ну и по поводу того, что аутсайдер, надо, как бы сказать, наверное, в очередной раз, ну, по крайней мере, обозначить, да, что начинал сезон в качестве главного тренера в Белогории Хорват Игорь Юричич. Продолжил его бразилец Маркас Миранда. Ну, а заканчивать, по всей видимости, будет Алексей Казаков наш. Его я уже анонсировал, про него уже рассказал. Драйной блок. Не справляется Егор Сиденко. Ну, пока мало что получается у Белогории. Прямо, надо сказать, пытались рисковать на подаче. Не получилось выбить Динамо с приёма. Ну, а у Динамо это в своём родном зале очень неплохо получается, несмотря на эту ошибку Сёмышева. И вместе с Московской! Бой 17-7, да, первая партия, наверное, с точки зрения спортивного результата предрешена. Ну, а так понаблюдать, кто есть кто, давайте понаблюдаем. Ну, пока наблюдаем только ошибки на подаче у Белогорья и неплохие подачи в исполнении Московского Динамо. Ну, и вообще неплохую игру Московского Динамо. Дмитрий Леонтьев сейчас выйдет на приём вместо Ивана Кузнецова. Нам показывает Вадима Лихошёрства. Именно под его подачу делает замену Алексей Казаков и усиливает заднюю линию. Вот он он, Дмитрий Леонтьев. Тоже по ходу сезона пришедший в Белогорье. Ну, а тут подаёт Лихошёрство в план. Сергей Чебяков, опытнейший центральный. Ну, вообще, конечно, утверждение, что ли, или предположение, я даже не знаю, как назвать, потому что в Белгороде супермолодая команда. Нет, есть молодые игроки, безусловно. Ну, когда ещё Тючихин был, Павел, их было больше чуть-чуть. Но если брать Голодинского, Самойленка, Червякова и Ильиных, ну, послушайте, это глубоко-глубоко. Там за 30, и люди, которые уже, ну, минимум 10, а кто уже и больше лет, играют на высочайшем уровне. Поэтому никакой тут молодой команды и не пахнет. Ну, пару-тройку человек, да, действительно, наигрывают. Причём, что примечательно, своих воспитанников, и это важно, и не каждый может этим похвастаться. Не удовлетворён запрос команды Белогорье в очередной раз. Пытаются что-то наладить за счёт общения с судьями и тренеры, и игроки Белогорье. Но пока это мало получается. 19-8 Цветан Соколов будет, наверное, рисковать, почему бы и нет, при таком счёте. Ну, и, может быть, и в аут улетал мяч, спасает Ерёмин его. И будет в очередной раз идеальная доводка у Панкова. Нет, получилось, что неудобно было. Но вот сейчас, может быть, получше. Нет, тоже не успевает. Уже очень Динамо расточительно относится к своим шансам, и за это должны наказывать. Да, и наказывают игроки Белогорье, и правильно делают, потому что надо иметь вот этот инстинкт убийцы. И независимо от счёта не смотреть на табло, а продолжать набирать очки, не расслабляться, не играть в полсилы. А тут уже все, все отметились накатами, какими-то интересными телодвижениями в составе Динамо. Ну, и это очко заслужено. Белогорье отдаётся, и Егор Сиденко будет подавать. Ну, и если не летит, то не летит. Не летит у всех. Ну, и, наверное, прицелом на вторую партию уже все мысли и у Алексея Казакова, и у его команды. Ну, а эту ещё надо достойно доиграть, чтобы с положительным настроем и заделом определённым идти в эту вторую партию. Ну, а Динамо не расслабляться, конечно. Ну, у Динамо всё летит, либо приём, а вот и пайп, а вот и... А вот... Что же здесь было? Давайте посмотрим. Вроде казалось, что Самойленко заблокировал. Коснулся сетки, что ли. Видимо, касание сетки был у Самойленко, потому что... Ну, я говорил про пайп, и вот как раз Ярослав Подвесных. Да, Сёмышеву, наверное, не можем увидеть очень много в этой комбинации, а Ярослав Подвесных, да. Он же и подаёт. Витрелины. Сегодня, кстати говоря, в 19.30 я смотрел по каналу «Звезда». Будет как раз какая-то такая передача масштабная про финал Олимпийских игр в Лондоне, где будет присутствовать и Сергей Тихюнхен, и Тарас Ктей. И, в общем, должно быть интересно. Не знаю, что это такое, но прочитал, увидел. Вот, рассказываю вам, после этой игры можно включить телеканал «Звезда» и посмотреть, как мы там в Лондоне всех обыграли. И Дмитрий Ильиных был один из тех, кто приложил к этому уровню. Крутая диагональ 4х4, Сёмышев не попадает. Ну да, да, конечно, при таком счёте тяжело не расслабиться. Ну и это бросается в глаза, что какую-то максимальную концентрацию, которая была в начале и в середине, Динамо к концу этой партии потеряла. Ильи Ильи. И вот то, что проходило раньше, когда ты максимально сконцентрирован, когда ты настроен, когда отдаёшь всего себя этому процессу, когда это получается. А вот когда не отдаёшь на 100% себя, тогда и не получается. Те же самые скидки у Сёмышева проходили всегда на ура. Сейчас нет. 12-21. Не очень хорошо подбросил Ильиных. Еле дотянулся до этого мяча. В итоге подача в сетку. Но... Всё-таки, наверное... Мы должны, по крайней мере, я сильно надеемся на то, что вторую партию мы увидим. Во второй партии увидим игру несколько другого качества. Ох, какая подача Ильи Бласова. Это к разговору о прогрессе игроков Динамо. И персональный Ильи Бласова на подаче. Ну, это было действительно мощно и очень точно. Но вот теперь, вот теперь как бы вопрос стабильности. Потому что хорошие и сильные подачи у Вас его получались и до этой, и до этой подачи. А вот стабильность всегда была не на высоте. Посмотрим сейчас. Нет. Сохраняет Илья подачу. И забивает Дмитрий Леонтьев. Кстати говоря, произошла замена. А я так увлекся. Около волейбольными рассуждениями, что даже её и не озвучил. Но сделаю это сейчас. Егор Касбанов вышел на передачу. 97-го года рождения. Два метра роста. Вместо Игоря Колодинского вышел. А, это двойная замена была. Да, и Габриэль Линелли. Вот так вот. Всё просто. Двойная замена. Габриэль Линелли на площадке. Егор Касбанов на площадке. Ну, посмотрим. Вот ещё один молодой игрок. И тоже, если я правильно понимаю, воспитанник Белогория. Где-то я не про Нелли, конечно, говорю. А про Касбанов. 24-13. Первый сетбол. Павел Панков. Эйсы уже были. Иван Тива оставили. На площадке. Ой-ой-ой. Очень и очень некачественно. И вау подлез. Много-много начало ошибаться Динамо. И это не потому, что Белгород предложил что-то экстраординарное, а потому что расслабились. Об этом уже говорил. Ну, по-человечески понять можно. По-спортивному, по-профессиональному. Это не поддаётся пониманию, потому что это запрещено, расслабление. Ну, а по-человечески понятно. Когда ты узнаешь, что ты уже выиграл, очень сложно играть на максимуме. Вкидывает из глубины Панков и опять ваут. И ещё раз говорю. Всё вот то, что сейчас происходит в игре московского Динамо, это всё не уровень. Это всё не их игра. Это всё вот эти вкидки лихошёвства. Ну, либо они должны проходить тогда, либо их не должно быть. Габриэль Анелев заканчивает подачей в сетку первую партию. 25-15. Даже при серьёзном расслаблении и при большом, достаточно большом количестве ошибок в конце, Динамо выигрывает первую партию за явным преимуществом. Динамо выигрывает первую партию. Динамо выигрывает первую партию. В приёме почти 70% реализации в атаке всего лишь половина. И ошибки три было у Динамовцев в атаке. И всего одна, кстати говоря, у Белогорья. Много человек подлесных, Сёмышев, Соколов по 4 очка набрали у московского Динамо. Алексей Самоленко три у Белогорья. И он лидер. Ну и с эйса начинает Павел Панков вторую партию. Один у него был, один у Ильи Власова великолепную подачу мы помним в конце. Один эйс у Антона Сёмышева. И вот второй прилетел от Панкова. Так что пока пушку свою Панков оправдывает. Вернулся Кузнецов. Но вышел Сергей Багрей на передачу. Начинал Колодинский. Поменял его на двойной замене Егор Казбанов. А сейчас вышел в роли первого связующего Сергей Багрей. Леонтьев остался тоже, но вместо Ильиных уже Кузнецов на площадке у Белогорья. Вот такой вот микс сделал Алексей Казаков. Главный тренер Белогорья. Ну и пытается, пытается что-то поменять. Вот какие-то слабые звенья убрал. Сильный, как он себе это представляет и верит, что так и будет. Наверняка, иначе бы этого не делал. Какие-то сильные звенья поставил. Но посмотрим, как сработает. Пока двойной блок. Ярослав Подлесных четко закрывает линию Егору Сиденко. Ну и, честно говоря, и центральный успевал. При достаточно приемлемом приеме Сергей Багрей отпасовал быструю передачу Сиденко на два блока. Может быть, ждали заранее. Может быть, существует какое-то определенное указание. Ну, во всяком случае, два блока и быструю передачу мы с вами видели. Тон Семышев ошибается на подаче. И еще раз говорю, было пять в первой партии у московского «Динамо» при трех эйсах. Так что, в принципе, очень неплохое сочетание. Вообще, в идеале, когда ошибки эйсы поровну. Допустим, пять эйсов, пять ошибок. Но это в идеале. Пять-три близко к идеалу. Ну и, конечно, не 7-0, как у Белгорода, если на ошибках ни одного эйса. Быстро в край на подлесных, но ему неудобно. А Ярослав, тем не менее, разбирается за счет могучего прыжка. Здесь не обидел... Никто не обидел Ярослава прыжком. А он, наверное, в тренажерном зале всячески этому еще и способствует. Вот, поэтому вот так вот завис в воздухе, повисел и левой ручкой положил за блок. Очень грамотно. 4-2. Один Лихошерстов. Особо ничем не проявлял себя в первой партии. Тем не менее, играет. На площадке. Сапков. С два по два. Ну, узкий мяч. Отыгран был блок. Закрывали совсем... Ну, не то, что нужно было закрывать. И вся площадка была открыта перед Соколовым. Ну, и так вот по телевизору наверняка не видно. А вот здесь в зале видно, что Цветом нападал без блока. И это было ему легко сделать. Ну, а так, в принципе, эффектно. Вроде организованный блок взял и обвел. Нет, ничего не обводил. Блок был в стороне. Ударился два по два. Ну, эффектно это да. Илья Власов переигрывает Багрея, который... Сейчас посмотрим на задней линии ли. Да нет, на передней, но не допрыгнул до той высоты, на которой Илья Власов обработал этот мяч. И 6-2, 6-2. Вторая партия пока ничем особо не отличается от первой. Но Динамо при таком раскладе может только само себе привести какие-то проблемы. Вот. И, кстати, хотел сказать о том, что в среду, 24-го числа, три дня назад, Псковская Динамо провела первый полуфинальный матч мужского Кубка Европейской конфедерации волейбола здесь. Опять же, на этой арене Динамовской, на своей соперниками белых-голубых, был французский клуб Монпелье. Лиги, это, кстати говоря, чемпионат Франции. И вот была не в Лиге чемпионов, а в Кубке ЭКВ игра двух лидеров своих чемпионатов. Была очень... Достаточно интересная была игра. Вот. Динамо победила 3-1. Ответный матч состоится во Франции 4-го марта. Встреча пройдет в Монпелье. И начнется, кстати говоря, анонсирую в 21 по московскому времени. Не пропустите, если кто болеет за Динамо и за российский наш волейбол. Ну, а говорю я это в большей степени для того, чтобы сказать, что небольшую травму получил Вадим Лихашорстов в той игре. И вышел Максим Белогорцев. И вообще неплохо вышел. И, честно говоря, думал, что может и в этой игре начнет в составе Белогорцев. Нет. Традиционно Константин Брянский придерживается того стартового состава, который приносит результат и победы. И с одной лишь разницей, что либо Деру, либо Семышев на позиции доигровщика. Ну, а вот это то, чего ждут, я думаю, от Ивана Казнецова в Белгороде. Атака на высоком мяче на организованном блоке и обыгрывание этого блока. И сейчас Иван нам это продемонстрировал. Сыграл блок-аут от тройного блока. Алексей Самоленко. Долгое время выступал за московское Динамо. И воспитанник, кстати говоря, московского Динамо. Ну, уж не знаю, насколько воспитанник, но помню, что из молодежной команды он попал в первую еще при Даниэле Баньоле. В каком же году это было, да? Где-то, наверное, в 2008-м, я так предполагаю. Ну, и долгое-долгое время был игроком стартового состава московского Динамо Алексея Самоленко. Ну, а сейчас Сергей Червяков показывает, что на блоке частенько Сергей бывает одним из лучших. В этом чемпионате нет, но часто-часто увидишь его в самом верху тех людей, которые на блоке доминируют в чемпионате России. И вот сейчас Сергей об этом напомнил. Ну, а Светом Соколов в данном случае уже обвел двойной блок. И сейчас это было бы сделать гораздо сложнее, потому что он был в задней линии. Но пока не удивляет Белогорье игрой в защите. Еще, как всем и прочим, и не только прием, но и защита пока не впечатляют. И, наверное, по этому поводу нахождение на площадке Дмитрия Леонтьева. Напомню, заменил он Дмитрия Леонтьева. Ну, видимо, для усиления вот этой общей игры, создания вот этого позитивного приема и качественной игры в защите. Наверное, такой замысел. Сергей Багрей. Тоже не играл в первой партии, вышел только во второй. Ну, а Илья Бласов с восьмого этажа. И тут уже, конечно, когда удобно, когда не вкидывают из глубины, когда... А вот и та замена, о которой я говорил, не знаю уж травма, не травма, или просто плановая замена. Вообще, конечно, ожидал, честно говоря, при таком разрыве. Ну, понимал, что, наверное, все-таки Белгород сегодня не сможет там дать полноценный бой Динамо. Ожидал какой-то ротации, какого-то выхода, кого-то еще. Ну, посмотрим, может быть, все это еще впереди. Пока 9-7, кстати говоря. Вот сейчас 10, второй эйс Власова. Пошел на рекорд. Или я не знаю, какой у него рекорд за одну игру. Но пока уже два. А сыграно даже не полторы партии, а чуть меньше. И третий, да? Ну, наверное, да. Ну, сейчас тоже, конечно, ошибся Егор Сиденко, который стал четвертым при выходе из первой зоны. Стал четвертым принимающим. И его выцелил Власов. Прям нацельно в него подал. Кстати говоря, что он тоже не очень просто. И это получилось. Хотя подача была слабенькая. Но Сиденко не справился. Его убрали с приема, а Власов перешел на простую. Забивает Иван Кузнецов. Ну и вот отличие, посмотрите, от Динамо. Вот такие мячи. Сейчас Багрей подбивал вверх, в шестую зону. В Динамо из 10-10 этот мяч бы атаковался после... Если бы подбивал Панков, то это была бы сразу атака и, как правило, результативная. В Белгороде пока нет. Пока нет. Пока на раз-два-три. Ну, хорошо, что Кузнецов этот мяч выиграл. Все, Мушев. Кузнецов в защите хорошо. Ай-яй-яй. Все сделал Панков. Все сделал Панков. И красиво, и грамотно, и большой молодец. А Белогорцев не поддержал. Давайте посмотрим. Видите, вообще даже не оттянулся. Ну, может быть, чуть, конечно, отбросил от сетки Панков. Да, но хотя бы шаг от сетки сделал и Белогорцев. Для того, чтобы... Ну, просто не поверил, что будет откидывать Панков. Уже смотрел, как Павел будет атаковать. А он вот что придумал. А вот еще раз Пайп. И еще раз Ярослав Подлесных. И так, наверное, это и будет продолжаться, что когда Подлесных на задней линии, жди Пайпа. А когда Семышев его не жди. Ну, а может быть и по-другому. Посмотрим. 12-9. Честно говоря, зрительно, если не смотреть на счет, кажется, что преимущество Динамо гораздо больше. А вот сейчас при этой подаче валов Панкова и вовсе сократилось до двух очков. Поэтому, если смотреть на счет, то мы, в общем-то, ровную игру видим. И я против этого ничего не имею, потому что хочется посмотреть хороший волейбол. А хороший он тогда, когда идет упорная и более-менее равная борьба. А не одна команда выигрывает заявным преимуществом, а другой смягчают Белогорцева. И пока не назовешь его выход удачным. В отличие от той игры, про которую я рассказывал, Кубка и КВ. И вот Алексей Самоленко убивает по пятой зоне и наказывает за все эти шалости и мягкости московская Динамо. Ну и еще раз говорю, вот повторю свою мысль о том, что все проблемы, какие могут быть у Динамо в этой игре, Динамо только само себе может и привести. Ну а Белгород должен этим воспользоваться. Вау в Соколах на одиночном блоке. А Константин Брянский берет челлендж и говорит, что мяч был в поле. Посмотрим. Очень быстро. Замечательно, когда объявляет Севья-секретарь по залу мяч в поле. Да, Соколах был прав на сто процентов. Так вот, я говорю, замечательно, когда Севья-секретарь объявляет для зрителей и для нас о том, что какой тренер берет просмотр. Это очень хорошее нововведение, которое наш арбитр, глава нашего судейского цеха Сергей Титов по ходу уже этого чемпионата воплотил в жизнь. И это большой-большой респект и хорошее нововведение. И очень хорошо, когда судьи быстро определяют, что произошло. А вот и пайп от Семышева. Я говорю, что не будет, а он есть. Ну, не будет ни от слова совсем, а не будет от слова иногда. Хороший пайп Антона Семышева. И вот я еще раз скажу, что в начале сезона вообще просто игра Динамо строилась от этого пайпа. Ну, то есть прям в центре пайпа, в центре пайпа. Первый темп пайпа, первый темп пайпа. Вот. Ну и, конечно, и в край, безусловно. Черепной эйс от Семышева. Да, с приемом им Белгорода пока беда. Потому что ни убойные, ни пушечные подачи. Вот. Так вот этот пайп, я говорю, в какой-то момент Динамо как-то убрало на задний план. Другие козыри были у команды. В основном игра Света Масоколова. Ну, и вообще всей команды. Вот. Ну, а в этой игре, почему бы и не вспомнить об этом. Не вспомнил и Павел Панков, и его нападающий о том, что пайп это хорошо. Высоко подлесных не попадает. Показывает главный арбитр Владимир Карпенко. Ну, сейчас уже никто не спорит. Действительно ваут. Так хорошо выпрыгнул Ярослав. И чуть-чуть ему не хватило, чтобы по высоте и по расстоянию попасть в площадку. Не получилось. Егор Сиденко. Хорошая подача была. Жалко, что ваут жалко для Егора и для Белогорья. Ну, потому что жалко тогда, когда сделал хорошо, но чуть-чуть там каких-то сантиметров или чего-то. Потому что летел он подвесных еле и вернулся. Да, аут-то большой, но с какой скоростью летела подача, что, собственно, реактивный подлесных еле и вернулся. От нее Белогорцев на подачу выбивают опять вверх Леонтьев. И тут уже Власов накрывает двойным. Ну и, конечно, тягаться здесь Леонтьеву с блоком Власов-Соколов. Ну, наверное, только при каком-то невероятном сечении обстоятельств можно. А вообще-то, говоря, лучше, наверное, отыграться, когда такой мяч выбитый, блок стационарный, и заведомо и заранее идет к тебе. Ну и организовать вторую атаку. Белогорцев великолепную подачу выполняет по первой зоне. Такая скрутка а-ля Николай Павлов, который много чего на подаче мог сделать. Ну и сразу перерыв Алексея Казакова. Только что было два очка, сейчас уже шесть. И надо реагировать. А-ля Николай Павлов, что говорят тренеры если вам слышно мне нет во всяком случае не могу ничего по этому поводу сказать 12 18 18 12 максим белогорцев будет продолжать подавать очень много есть у динамо в этой игре и если говорить панкова 2 у власова 3 да у белогорцева один у тёмышева ну в общем у кого только не было будут персонально болеть в этой игре за илью власова на да вы смотрите егор казбанов выходит на подачу а двойная замена вот наконец-то я не пропустил двойную замену до казбанов на заднюю линию габриэля нелли на переднюю игорь колодинский видимо уже закончил потому что я его да вот смотрю он там резину тянет закачивает ноги колени мы видим уже в этой игре не примет участие но посмотрим на эту двойную замену во второй партии в первой ничего особого не было но соколов по линии будет двойной блок сейчас уже все грамотно все четко никаких нареканий а вот пятой зоне нужно было в защите сыграть и получше кто там был 1913 соколову по моему эйсов не было а ну я не знаю закончил ли я мысль но закончу все равно даже если уже один раз заканчивал так вот скажу о том что будет персонально болеть за илью власова по поводу еще одного или двух эйсов потому что очень хочется чтобы когда человек работает на элементом который категорически вообще пару лет назад представить власова который подает эйсы в прыжке просто было невозможно вот а теперь это реальность и хотелось бы чтобы игрок был поощрён результатом ту работу которую он проделывает чтобы она давала результаты это было его поощрением за ту работу который наверняка так из кармана же эту подачу не достанешь представляете сколько раз надо подать на тренировку чтобы причем с нуля да и всю жизнь подавал там с места какую-то пшонку а тут надо прыгать и в полную силу бить это очень и очень сложно росла в подвесных будет подавать у динамо 20 14 перенес руки власов так что даже скидкой не мог ничего сделать червяков ну и конечно и просчитал эту ситуацию да вы видите просто занес руки на ту сторону это то знаете как волейболисты говорят схватил за волосы перенес руки и схватил за волосы нападающего еще один перерыв алексея казакова при счете 14 21 да вот алексей как раз показывает как перенес руки власов как мог переносить в свое время и заканчивая партия игра еще впереди это был слышно два перерыва использовал алексей казаков во второй партии ну и действительно голодворью в том состоянии той ситуации в которой находится команда любая партия выигранную у лидера это достаточно серьезный шаг вперед поэтому за каждую партию нужно бороться и не думать о конечном результате а думать хотя бы промежуточным забивает нелли и вот так вот сутки ротации и сын дыру в обоими и он в порядке никакой травмы и полноценный матч видимо проведем все мыши а подлесных поделит игровое время с дыру а лихошерство как мы видим поделит уже поделил игровое время с белогорцевым может быть все таки мы когда-нибудь увидим на передаче часа потому что практически всех мы видели в этом сезоне в той или иной ситуации роман скулявичу великолепно выдал две игры сказанию в казани ну и все все выходили и помогали и в общем вносили свой свою лепту а вот честно свинцынский столько помогал своей команде периодически на подачи на передаче мы вы видели очень мало ну по крайней мере в этой игре можно было бы дать ему шанс пусть попасует 22 16 даже я бы сказал 16 22 и ван кузнецов очень много ваут достаточно безнадежно по крайней мере на подачи белогорье обратная двойная замена возвращается багрей и сиденко или забил один мяч и это все что касается двойной замены ну а павел панков пойдет за третьим эйсом нет показывает судья но до показывает панков и константин брянский берет мне показалось что было ваут но панков очень уверенно показал что он попал в площадку но и брянский попал вот так вот вот так вот то есть за заведомо ну кстати такое поле что как его можно не заметить но я вот так сижу что с моего ракурса до было было ощущение что ваут но видимо ни одному мне так показалось но павел панков пошел за третьим эйсом и взял его так что панкова тоже три а вот сейчас накатик хороший положил леонтьева на тарафлекс и забивает сиденко организованный блок нашел какую-то какую-то брешь в этом блоке ну и действительно она была давайте посмотрим а между руку семышев широко расставил антон семышев руки и за счет этого выиграл сиденко если бы руки были поставлены правильно был бы отскок на сторону белогорья белогорцев пока никак не может забить белогорью для этого есть антон семышев и все остальные ну а вот действительно максиму белогорцеву никак не дается пока удивить в атаке тем не менее вторая партия заканчивается 25 17 и 2 ноль ожидаемо динамо впереди перерыва ну белогорья нечем похвастаться собственно говоря не в счете не в цифрах по команде ни одного эйса ни одного блока ну в общем все как-то так грустно и идет ротация состава дмитрий или иных вернулся теперь уже вместо ивана кузнецова леонтьев остался динамо тоже было сделано две замены вместо подлесных вышел дыру сейчас забил мяч и вместо лихошерства вышел белогорцев и сейчас идет подавать остальные все на месте ну а в белгороде до или иных вместо кузнецова и пока вроде как больше замен нет аксим белогорцев нет так не прижимаем так не прижимают надо прижимать и подождать какая-то должно быть длинное длинное касание то есть ты прижал и должна быть пауза тогда ты выигрываешь у блока а если ты прижал и сразу руку убрал значит блок тебя съесть вот сейчас технически неверно сработал в этой конкретной ситуации леонтьев и мяч не выиграл а вот вообще кто умеет вот так на сетке разбираться с этими мячами достаточно легкая добыча потому что когда прижимают твоим двум рукам одной рукой мячик то по сути дела на блоке и противостоять противодействовать этому не можешь но надо правильно исполнить соколов с два по два вынес седенко с площадки как ему показалось но егор даже не заметил так улыбнулся ну ладно хорошо видели мы удары посильнее цветом соколов извинился и сейчас идет подавать и наверное надо сказать а то боюсь не успеть о том что намечается очень интересная история в кубке европейской конфедерации волейбола во втором по значимости европейском кубке а это интересная ситуация называется российский финал потому что и про динамо я уже сказал в среду выиграли 24 монпелье со счетом 3 1 и также 3 1 тоже в среду тоже 24 в питере питерский зенит победил бельгийский гриньярд тоже со счетом 3 1 и 3 марта будет ответная игра ну вот тут как бы кроется проблемка в том что наши команды будут ответные игры играть на поле соперника и если будет поражение со счетом ну в данном случае три очка на набрала и динамо и питер соответственно надо проиграть 3 0 3 1 и тогда будет золотой сет и он будет на площадке соперника если две партии выигрывает питер и динамо всего лишь две дальше уже можно не играть то они проходят финал ну и в общем конечно хотелось бы противостояние московского динамо и питерского зенита не только в финале кубка россии но еще и в финале кубка и кого и вот такая может случиться история ну в общем очень интересный очень хочу чтобы так оно и было но и такую до до конца уже дожмем эту еврокубковую тему потому что единственный представитель россии в лиге чемпионов казанский зенит провел свой первый четвертофинальный матч и лиги чемпионов этого сезона соперниках была польская искра и польская скра не путать с искрой одинцовской вот и на площадке соперника зенит выиграл 31 но это очень хорошие шансы великолепные шансы для того чтобы проходить этого соперника попадать в полуфинал ну и соответственно ох что тут у нас какая-то травма алексей самоленко ну повтор бы нам увидеть тогда мы все поймем но нет наверное просто болевой шок но как таковой травмы не было давить тут столкнуться с партнером и это собственно не не травма но все равно замена есть выходит сергей рохин все-таки этот болевой шок ну да и зачем рисковать собственно говоря когда особой турнирной нагрузки для белогорья эта игра не несет но и в общем-то все логично вот так что вот у нас три команды в еврокубках 2 из них очень престижно кстати динамо дважды выигрывала за последние там не знаю недолгое время кубок и к в вот у питера титулов нет не только значит европе но и в россии пока ни одного команда молодая хотя с большими амбициями вот ну и конечно еще раз русский финал приветствуем такое дело вот в лиге чемпионов похуже все повылетали и остался только казанский зенит за всех отдуваться будет пока у него это неплохо получается и тоже желаем зениту безусловных всевозможных побед на европейском уровне сергей рохин вышедший на замену начало партии и 2 было такое более или менее похожее на ровную игру но потом динамо уходила резко в отрыв первый то сразу во второй чуть чуть попозже ну вот вару панков как раз тот человек который этот отрыв может организовать прямо сейчас возвращает сергей червяков мяч в игру его попадает соколов практически без блока и вот что делает защита вот эти спасения защите очень часто порой вынуждают игроков ошибаться сейчас идеальная была передача идеальной ситуации у соколова спорит константин брянский говорит о том что не мог чисто физически или как геометрически в общем никак не мог перебросить червяков мяч чем вернуть его в игру без ошибки давайте посмотрим ну вот тут наверное не определишь по крайней мере судьи не определили и какой то у нас просмотр а какой здесь может быть челлендж как его этот мяч увидеть пролетел он в пределах площадки или нет очень интересно будет посмотреть если нам покажут ну я не вижу техническую возможность посмотреть ошибся червяков или нет если мяч попадет в кадр когда он пересекал сетку кажется было гораздо выше чем камеры стоят ну ладно сейчас увидим но все равно защита иногда творит чудеса и даже без блока надо еще мяч забить и поэтому вот этот вот постулат о том чтобы бороться до конца это не так видите не из книжки слова прочитал и всем рассказываешь это так оно есть на самом деле и вот сейчас если мяч отдадут белгороду лишнее будет тому подтверждение ну вернее мяч то уже белгороду отдали а сейчас динамо пытается это оспорить ну мне кажется судьи не смогут это ну давайте ладно не будем забегать вперед ну конечно просто это невозможно посмотреть он просто не попал в камеру понимаете в общем короче не удовлетворен запрос динамо и с хорошим набранным трудовым очком поздравляем белгород сергей багрей на подачу ну конечно когда выходит дыру тут сразу сразу беги ставить блок когда он на задней линии и жди пайпа и когда играл беру как раз подлесных тут вот оба играют пайп любят умеют не заступают что очень важно потому что многие немногие некоторые игроки да и выводишь без блока а он тебе возьмете два сантиметра наступит на трехметровую линию антон темышев продолжает колотить эйсы для динамо после двух партий их было девять а теперь белгород будет просматривать вот сейчас мне показалось что было поле и судьям так показалось но сегодня уже неоднократно меня мое зрение подводил поле поле конечно поле так наверное побороться чуть-чуть алексей казаков захотел не более того двойной блок пришел соколов ставить блок в центр червякова вот это да вот жалко нам не покажут этот повтор это было очень интересно с какой стати соколов побежал в центр тоже в его руки червяков попал он пошел центральному помогать белогорцу бросил своего сиденко значит не пасует значит наверное сиденков когда выход из первой зоны когда он четвертый час или на их касание сетки это понятно это эпизод очевидно и менее интересная вот интересно было когда соколов прибежал зачем-то червякова ставить блок и поставил его как сейчас третьим поставил блок сэндеру ну если я говорю что на блоке особо никто себя не проявлял а динамо обычно славится тем что ставят много блоков вот как раз в третьей партии эти блоки посыпались как из рога изобилия и за короткий отрезок сразу два прямая замена никакой двойной и все понятно алексею казакова в этой игре и дает он возможность резервистам молодому парню егору казбанову получить игровую практику на высоком уровне на высочайшем я бы сказал а где он еще такое возьмет мероприятие как игра чемпионата россии суперлига париматч да еще и с лидером чемпионата вот но антон сёмышев пока не дает возможности им принять участие в игре потому что потому что валит эйсы и да и возвращает кузнецова чего ему сидеть там на площадке пусть уже лучше леонтьев там отдохнет вот потому что да все понятно ну и кстати говоря леонтьев ошибся на приеме а стоял то и выходил вместо кузнецовой как раз именно для того чтобы прием усилить сиденко не попадает да грустно 513-13-5 перерыв алексея казакова и если бы динамо переигрывала ну оно и переигрывает безусловно но еще к этому к этой силе динамо добавляются собственно ошибки а тут уже запахивает разгромом 3 1 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 Совершенно правильно, совершенно грамотно в тех тенденциях, которые сейчас в мировом волейболе есть, дождаться удобной для себя ситуации, когда ты можешь иметь преимущество над блоком, над защитой, а не рисковать тогда, когда ты этого преимущества лишен. И особенно, когда это происходит на съеме, а это был съем, а не доигровка. Напомню, съем это то, что после приема, а доигровка это то, что после защиты. Ну и Романа Шкулявичус. Вместо цвета на Соколову надо и Шкулявичусу расправить крылья и почувствовать, какой он волейбол не в тренировке, а в игре. Ну и почему-то никак-никак не получается увидеть Чеслава Свинцицкиса нам в роли связующего игрока. И Власов почему-то закончил подавать эйсы, а я за него болею сегодня в этом вопросе. Но пока Илья вышел на переднюю линию, Максим Белогорцев будет пытаться подать эйс. Пока нет, это аут. 7.14. Сергей Червяков. Хороший прием от панков одной рукой. Что без ошибки, все грамотно, без задержки, достается поменьше. Но и говорит о том, что поддерживает супербыструю игру, просто молниеносную пуле, пулеобразную. И это помогло в данной ситуации. Романов Шкулявычу сразу же встык по шестой зоне, где там блок, его нет. Ну а в защите такой мяч поднимать сложно. 16.7. Забывает Егор Сиденко. Сейчас был разрыв, сейчас был, можно сказать, и одиночный блок. Ну и Дору, конечно, закрыть все не может. Линию оставил. Оставил многовато при такой широкой передаче. Ну, воспользовался этим Егор Сиденко. Вот он он и подает. Вот видите, не ошибаться, не ошибаться важно. Ну а здесь, конечно, грубая ошибка связующего игрока, который захотел всех удивить, понимаете. Вот удивить надо было. В четвертой зоне Панкова не было. Отдай в четвертую зону, и там будет безблока. Нет, надо всех удивить и паснуть ниже троса. Вот. Ну а Шкулявич продемонстрировал нам то терпение, которое просил Алексей Казаков от своих подопечных. И с неудобной передачи не стал рисковать. Отдал мяч сопернику, и соперник ошибся. Вот как-то так это работает. 9-17. Иван Кузнецов рисковал всю игру безрезультатно. Семышева точно попадает. На Шкулявича очень широкая, очень качественная, очень удобная передача. И Романос, Романос, как правильно, забивает по линии. И оставит это чуть-чуть. Лина их нельзя ни в чем упрекнуть. Но вот в очередной раз Либера не касается. Мяча не спасает. Не то, что там от него отлетает куда-то не туда, а просто не касается. Оставили линию прям ровно столько, чтобы Либера поднимал. Как-то так я вижу эту ситуацию. Илья Власов. Ну. Нет, не рискует больше Илья. Ну и трех, наверное, эйсов достаточно. Егор Сибенко забивает. Ну, посмотрите, когда он рисковал. Да, то есть это уже... Так, что у нас? Иван Кузнецов. Нет, третий номер вышел. Кто? А, Сергей Рохин. Поднимает хорошо Ильяных мяч в защите. Трос помешал Панкову чисто выиграть этот мяч. Забивает Дмитрий Линых. Браво. Молодец. И отзащищался, и забил высокий мяч. И вот так, когда доигровка, когда мяч после защиты, имеешь право и даже и должен рисковать. И вот тогда, пожалуйста, организованный блок. Тройной. Обводи, рискуй, разбегайся. Вот все он показал Дмитрий Линых, как лучшие годы. Низко Панков. Даже Белогорцеву низко. И ошибается. Белогорцев даст. А так и сегодня у Максима Белогорцева беда. И когда-то и Панков ошибается, и когда-то Белогорцев бьет в защитника без блока. И когда-то сам попадает в аут. Ну, в общем, все это в совокупности дает результат, что в атаке у Максима сегодня не ахти как. Ну, Динамо все равно этого хватает. Вы видите счет на своих экранах. 19-12. Ну, что тут говорить, все понятно. Павел Панков. Пошел улучшать статистику. Атрос ему мешает второй раз. Сначала в атаке. Теперь на подаче. Родной трос и мешает. Дмитрилиных. Его пятиминутка. И посмотрите, все мячи сложные. И если ты так можешь, то почему не всегда? Давайте отведенный мяч. Ну да, здесь куда-то Шкулявича улетел, конечно. Надо сказать о том, что блок Шкулявича оставляет большие-большие вопросы. 13-19. Кстати говоря, Семышев из Белгорода перешел в Динамо уже в межсезонье. И там какой-то полуконфликтный был момент. Не буду в это углубляться, потому что не сильно хорошо знаю. Да и, наверное, не очень это интересно. Но факт остается фактом, что играет Антон, я забыл об этом сказать, против своей предыдущей команды. Дмитрий Ильянов их прям вот пораньше бы чуть-чуть ему расчехлить свою мортиру. И, глядишь, был бы другой счет на табло. По минии дыру. Очень качественный, конечно, Семь дыру игрок. Все умеет из слабых мест практически. Причем, видите, какую пулю, какую быструю передачу нападает в разных направлениях. Не то, что там, куда смахнет, туда и смахнет. Нет, может ударить по линии, может ударить по ходу. Но в то же самое время играет и высокий мяч. И вот это, о, припечатал. Кузнецов извиняется. В грудь попадает Белогорцеву. И вот это качество игрока, вот это, ну, не каждый это может себе позволить с точки зрения антропометрии и физических возможностей. Но когда может себе это позволить, тогда, конечно, человек, который и быстрый мяч и высокий нападает, а сейчас уже дыру в голову попал. В общем, какая-то перестрелка пошла. В общем, очень долго, значит, об одном и том же. Но смысл в том, что если ты нападаешь на высокий и быстрый мяч, ты молодец. Дорого стоишь, всем нужен тебе. Шкулявичус. Много. Многовато. Ну, вроде, неплохая передача-то была у Семышева. Ну, вот, не забил. А то из Невсов забил. Ну, вроде, неплохая передача-то была у Семышева. Ну, вот, надо еще реализовывать. Такая скидка была на грани, но судья отпустил. 18-22. Поиграйте еще в волейбол. И никто не против поиграть. Да, конечно. То, что будет Панков сейчас повторять пайп, и просто никаких не было сомнений. И это 100% правильно, чтобы вернуть Семышева уверенность, что пайп он нападать может тоже, как и все остальное. Но в это же самое время надо чуть-чуть блокирующим, ну, чуть-чуть хотя бы прочитать эту ситуацию и попытаться понять, что такое, по крайней мере, может быть. Явласов, переходящий мяч. Спокойно, тихо, не спеша. Но уверенно. 24-18. Множество матч-болов с Эмдеру на подаче. Который сегодня не за Динамо. Ну, зато блок за Динамо. И именно блоком заканчивает московская команда этот поединок. И со счетом 3-0 лидер чемпионата побеждает аутсайдера. И как это не больно, какой-то степень. Я делаю, пап. Это отличная победа. Я делаю, пап. Чемпионат России, какие команды матчи. Еще чуть-чуть осталось. Который от 6-ти. Вот он играл, конечно же, увидел. Но он, скорее всего, даже не будет. На этих площадках. Вот, смотрите, микрофон. Кренерный игрокам, который я еще не видел. Это очень классно. Ну, давайте послушаем, если у нас будет такая возможность. Нет, Павел Панков и вся Динамо побежала благодарить болельщиков за то, что они пришли. И действительно, практически ползала. Вот, наверное, ползала можно, ползала и было. Вот так это выглядит. Очень приятно, честно говоря, на это смотреть. Честно говоря, на ковид. Вот эта вот история. Все без масок и без перчаток. Но, тем не менее, ковид. Приятно я оставляю впечатление московской Динамо. И своей игрой, и своим залом. За всем прощаюсь. С вами был Павел Борщ. До свидания. До новых встреч. Играйте в волейболе. Субтитры подогнал «Симон» Играйте в волейболе. 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 Продолжение следует...